Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я решил снять необычное видео. Хотел специально для своих украинских и русских и белорусских подписчиков рассказать о месте, в котором мы с Катей живем. Так что, если вы хотите увидеть, как же мы с Катей живем, что у нас висит, что мы едим и так далее, тогда оставайтесь с нами и переключайтесь. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы поехали! Ну и, конечно, чтобы вам было удобнее смотреть на нашу квартиру, я буду снимать все от первого лица, поэтому вам не обязательно смотреть на мое хохотало, поэтому давайте все моими глазами вы сейчас увидите. Собственно, вот мы уже и в квартире. Здесь сразу же слева две двери, одна в ванну, другая в туалет. Впереди у нас кухня, там у нас зал, ну а здесь, соответственно, прихожая. Здесь висят у нас ключи. Как вы видите, после нашего последнего путешествия у меня есть брелочек с Украиной. Вообще, очень много у меня брелков из Японии. Это мне подарили на работу. На работе, точнее, типа овечка, которая приносит деньги. Но денег она мне так и не принесла. Здесь еще есть брелочек со Швеции. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот олень или лось. Непонятно. Здесь у нас мышонок висит. Это мне Катя подарила. Здесь ему, кстати, самое место. Это ролик для одежды. Очень, кстати, полезная вещь. Я до 22 лет не знал вообще, для чего такие ролики существуют. Здесь висит зимняя, весенняя одежда. Здесь и Катина, и моя все вместе. И я хочу сказать, что не знаю, как эта полка еще держится, потому что одежды здесь очень и очень много. Здесь стульчик для того, чтобы сесть и переодеть обувь. Ну и, соответственно, наша обувь. Здесь в основном Катина обувь. Майи только кеды и вот эти ботинки. Остальное все Катина. Ну и, соответственно, здесь такой маленький стол. Шапки, перчатки, телефон, который не работает. Ну и всякие прямомбасы для обуви. Даже есть план ломоносовый резиночки. Если вы знаете такую группу, очень крутая. Ну что, давайте я сразу вам покажу, наверное. Хотя нет, вот еще есть блокнот, который подарили мои родители. Вот здесь вот две курочки, так как это год петуха, 2017. Мне почему-то эти куры напоминают бойцов ДНР и ЛНР. Да простят меня эти ублюдки. Соответственно, вот он сегодня, 25 число. Давайте зайдем в ванну, посмотрим, что здесь. Сразу же вы видите стиральную машину. Ванну, раковину, зеркало. В принципе, ничего примечательного. Плитки у нас нету. Вот все, думаем, как бы нам сделать ремонт. Потому что без плитки все это, конечно, не имеет какого-то смысла. Здесь всякие прибамбасы, расчески. В основном, скорее всего, все. Здесь мое, кроме вот этой красной ерунды и вот этой маски. Остальное все мое. Дрыщавый кусок мыла лежит. Все понятно. Шампунь кончается. Ну, ванна чистая, я недавно только убирался. Вот такая вот ванна, соответственно. Идем дальше. Покажу вам сразу туалет. Туалет у нас вот такой. То же самое, что ни на есть простецкий. Бумага, свежитель, сам унитаз. Ну, и моя гордость, это туалетная бумага с Путиным. Она здесь висит для красоты. Потому что самое интересное, что продавали бумагу с Путиным. Я думал, что весь рулон, он будет из Путина. Но на самом деле, это всего лишь верхний слой из него. Остальное все просто белая бумага. Немножко, как говорится, нас надурили. Ну, ничего страшного. Так, идем дальше. Идем дальше. Ну, пойдемте на кухню. Так уж и быть. Вот такая вот кухня. Не самая большая, но и не самая маленькая. Собственно, вы все видите. Наша гордость, наверное, это холодильник. Потому что здесь очень много магнитиков всеразличных. И украинских, Минск, Брест, Беларусь. Фотография с бывшими друзьями. Надо избавиться от этих фотографий. Украина, Ювентус. Ну, и все города, которые мы посещали. Ну, на самом деле, тут половину нам просто надарили. Даже вот есть магнитик Львова. Но мы там не были, но магнитик нам привезли. Также есть Одесса. Тоже хотим посетить Гродно. Ну, в Гродно я была, а Катя не была. Украина. Межигорье мы были недавно. Киев. Киев. Достаток мешочек с Киева. Вот этот магнитик очень сильно люблю. Он сделан, кстати, из настоящего хлеба. Да, ребята. Также Катя недавно нюхала и говорит, что реально хлебом пахнет. Вот. И с этой стороны тоже есть магнитики, соответственно. Даже вот такую открытку с Украины привезли. Вкладай сердце розом душу в кожную справу. Вот секрет успеху. Завсюду разом. Кедики. Вообще здорово. Ну, микроволновочка. У нас есть даже, где делать картошечку, фритюрница. Плита обыкновенная. Раковина тоже, сами видите. Здесь, если открыть... У меня всегда здесь порядок. Я вообще на самом деле педант. У меня все тарелочки всегда ровно сложены. Видите? Все по старшинству, так сказать. Я даже помню, Кате дарил вот такую кружку с украинским гербом. И белорусским, соответственно. Это Катин подарок. Он очень сильно пахнет кофе, потому что сделан из кофейных зерен. Это мама нам дарила тоже сковородку, но мы ей почему-то не пользуемся. Здесь чай для похудения имбирный, это Катин. Тут тоже какие-то таблетки, тоже для занятий спортом. Я не знаю от чего, ни для чего. Как-то они не пошли, поэтому мы их не пьем. В холодильнике у нас, конечно же, пустота, потому что мы все покупаем и все съедаем. Ну, только вот вода есть, мамины закатки, 6 яиц. Ну, и все для суши, васаби, соевые соусы, майонезы и так далее. Это вот давно здесь стоит, конечно, она меня напрягает. Там какие-то... Иди-ка сюда. Огурцы. Не знаю, мне кажется, они уже испортились, надо их выкинуть. Давайте сразу могу переместиться сюда. Вот здесь мы кушаем с Катей. Здесь стоит ноутбук. Мне Володя, мой друг, отдал его на время. И поменялись мы с ним. Я ему отдал планшет, он мне дал ноутбук, потому что мне на некоторые дела делают на ноутбуке чайники. И наша вот рок-стена такая. Тальку итальянская группа, Аха, Киз, Пилот, порнофильмы, Бруто, Челентано, Бригадный подряд, Горшок и, конечно, Александр Васильев из Палинов. Вот такая вот она стенка. Очень красиво на самом деле все это выглядит. Конечно, можно сказать, что плакаты это прошлый век, но нам нравится. Это лучше, чем голые стены. У нас нет никакого перфоратора, чтобы вешать картины. А стена здесь, конечно, непробиваемая. Так просто ее не пробьешь. Пойдемте на балкон. О, кстати, рисунки остались еще с Нового года. Мы их не снимаем уже два года. Пускай висят. Итак, наш балкон, ребятушки. Здесь висит флаг СКА. В Петербурге невозможно не поддерживать хоккейную команду СКА или футбольную Зенит. Так просто ходить на стадион и поболеть. Город все-таки живет этими спортивными командами. Здесь мои старые ботинки, кеды, в которых я играю в футбол. Здесь Катины кеды, шампуры. Здесь уголь. Эта сумка тоже бывшая. Раньше носил там планшет. Вот в этой коробке, из-под унитаза, кстати, находится елка новогодняя. Эта коробка из-под Самсунга, из-под плазмы. Тоже надо выкинуть, кстати. Все стоит. Ну и, соответственно, здесь висит одежда наша, сушится лестница и пылесос. И ковер, потому что надо, чтобы было комфортно везде. Так, уходим отсюда. Идем дальше. Катя сказала, что такие видео называются рум-туры. Комнатные туры. Пойдемте. Покажу вам все самое основное. Это нашу комнату. Итак, вот мы заходим в комнату и сразу видим огромнейшую кровать. Ребятушки, просто огромнейшую. Мы в том году ее купили. И поверьте, мы с Катей два года спали на очень маленькой и неудобной кровати. И когда купили эту кровать, у нас такой кайф наступил. На этой кровати я засыпаю, ну, за 30 секунд. Я просто ложу голову, и все. И меня нету. Здесь вот такая вот большая стена. Как вы видите. Здесь различные чеки, билеты в кино на концерт. И так далее. Я решил сделать такую стену, чтобы потом вспоминать о том, где мы с Катей были. Здесь фотографии с нашими бывшими друзьями. Всякие билеты на сплин. Вот на Викинг ходили. На АХА. Ходили в фан-зом к чемпионату мира по хоккею. Кота-кафе. Вот с поездки с Киева я сделал парочку таких вот фотографий. Даже гривну приклеил на память. И чеки сохранил. И трамвайные билеты тоже с Киева. Вот они. Собственно, вот такая вот стена. Она такая массивная. Один раз мы даже номер с маршрутки украли. Вот он. 339. Украли как раз мы написали 30 июля 2016 года. Белорусские старые деньги. Мирский замок. Собственно, если так рассматривать, то очень-очень много всего тут интересного можно посмотреть. Это висит прямо над нашей кроватью. Здесь зеркало. Оно очень старинное. Досталось Кате от бабушки. И здесь, конечно, ее косметика. Здесь она прихорашивается. Здесь кисточки всякие, всякие салфетки, ватные палочки. А моя косметика вот. Один крем для лица. Крем для рук. Это... Ё-моё, мазь от болек. У меня в детстве всегда была проблема, потому что у меня постоянно выскакивали эти болячки на губе. Ну и, соответственно, мои духи Антонио Бандерас. Катя мне подарила. Вот. Это мама мне подарила тапки, но у них летом и весной очень жарко ходить, поэтому они просто стоят и пылятся. Здесь я заряжаю свои телефоны. Здесь коробка от айфона, которую тоже мне, кстати, Катя подарила. А здесь очки. Сейчас вам покажу. Зрение у меня плохое, поэтому оно всегда рядом со мной. Так, здесь большой шкаф, огромный, с одеждой. Благо в этот маленький, можно сказать, шкаф помещается и моя, и Катина одежда. Но давайте посмотрим, сколько Катиной одежды, а сколько моей. Так, если так, я сейчас разделю. Оп. Вот, получается, вот слева это моя одежда, справа это Катина одежда. Ну, слушайте, не так все плохо, на самом деле. Здесь пакеты, мелочи. А вот здесь вот, даже ногой ткнул, и здесь Катина обувь. Но она полностью вся заставлена обувью, поэтому я даже открывать не буду. Это не особо интересно. Так, шкаф проехали. Здесь висят два шарфа, другие Бен Кадери и Вентус. Это моя любимая команда, поэтому шарф всегда висит со мной. Левее. Здесь у нас хула-хуп, который Катя купила, но не занимается. Так просто пылится. Доска для глажки с Битлз. Рюкзаки, сумки спортивные от ноутбуков просто стоят. Ну, и, соответственно, утюг. Это наш диванчик для гостей. То есть, если кто захочет к нам приехать в гости, мы всегда кладем их, так сказать, на этот диван. Он раскладывается, поэтому не обращайте внимания, что он такой маленький. Здесь в пакетах, ну, пеленки для татуировки, сумочка на всякий пожарный для ноутбука. Моя сумочка, книги, которые я читаю. Здесь и Янка Купала, и великий Гэтсби, Светлан Алексеевич. Кстати, первая белорусская нобельная... Нобельскую премию получила итальянская попса. Я люблю тебя и чувствую тебя. Я смотрю, Илья Чёрт, вокалист группы Пилот, 100 великих футболевых матчей, Король Чуд и ДДТ. Ну, то, что мне, в принципе, интересно. Это я собираю журнальчики Мэнс Хэлс. Я не знаю, с какого числа я собираю их. Вот с октября... Нет, с сентября 2015 года я собираю журналы и, соответственно, всегда покупаю их и читаю. Ну, и украинский котик, кстати, с флажком, который я купил в Киеве. Он у меня аккуратненько лежит. Тут, соответственно, наш с Катей портрет. Не знаю, похоже или нет. Можете сами написать в комментариях. Ну, нормально, нормально. Для первого раза то, что я впервые Кате подарил такую картину. Помню, на день с того Валентина я ей подарил. Нормально, хорошая картина. Это Кате мне дарила венецианская маска. Она знает, как сильно я люблю Италию. Тоже висит, очень красивая. Такая хрупкая вещь, поэтому я особо стараюсь ее не трогать. Здесь у нас висит флаг Украины. На всю, можно сказать, комнату здоровый. И флаг Беларуси. Я, как белорус, правильный, настоящий. Бело-красно-белый цвет – это наш основной флаг. И не смотрите на эту зелено-красную тряпку. Я всегда буду говорить, что именно вот этот флаг, бело-красно-белый, это наш истинный флаг. Ну, и украинский, потому что я очень сильно люблю Украину и поддерживаю ее, даже находясь здесь, в России. Большая плазма. Ну, и, конечно, возле плазмы всякие мелочевки, розарий, резиночки украинские. На самом деле, если с этими резиночками ходить по Санкт-Петербургу, их кто-то увидит, какой-нибудь дурачок, то вполне можно нарваться на какой-нибудь скандал. Иногда, конечно, одеваю, потому что больных людей в России очень-очень много. Ну, и там Катя Надежда. И, соответственно, я всегда живу задернутыми шторами, потому что из окна у нас не особо такой хороший вид, разруха и так далее. Даже вам покажу сейчас вид, где мы живем. Давайте лучше с балкона вам покажу, будет намного лучше. Вот, собственно, вот такой вот у нас вид. Все такое, знаете, здесь можно было сделать какую-то крутую парковку, но никто не чешется это делать. Беда, поэтому я сижу в квартире с закрытыми окнами. Так, погнали, погнали дальше. Если честно, не знаю, что вам еще показать. Я думаю, что вам понравилась такая маленькая экскурсия по нашей квартире. Если захотите приехать в Петербург на экскурсию и так далее, вы знаете, кому написать, пишите мне, что-нибудь с вами придумаем, обязательно проведу экскурсию и так далее. Вот такая вот у нас комната, большая. Здесь мы с Катей проводим свои дни и ночи. Спасибо, что смотрели это видео. Я снял это, чтобы, ну, хоть немножко вы приблизились к нашей жизни с Катей, потому что одно дело путешествовать, куда-то ходить, что-то делать на улице, а другое показать вам нашу настоящую жизнь, где мы живем, чем мы живем и так далее. Все, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин